На пятом ряду, четвертом месте, мне кажется, сегодня впервые столько людей уселось на одно место. Три в одном, да. И впервые театр на Левом берегу такой большой компании к нам пришел. Это Татьяна Шулькова, Юлия Скок и Владимир Свирин. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Очень рады мы приветствовать вашу дружную компанию. Хотим немножечко для начала, для развития нашей беседы поговорить о том, как прошел сезон. В каких премьерах каждый из вас был задействован, какая из них вам ближе всего по душе, о своих героях кратесенько. Кто начнет? Ну давайте я... Давайте, Татьяна. Конечно, да, очень плодотворно, много премьер было замечательных. Это вот, допустим, по Меттеру у нас прекрасная премьера прошла, свидание, очень замечательный спектакль, очень серьезный, глубокий, интересный. Вы там играли? Да, я там играла большую роль. Я там играю буфетчицу и продавщицу. Ну такие яркие, маленькие, яркие такие зарисовочки, очень забавные. И удивительно, что в таком серьезном спектакле нашлось место, конечно, для таких веселых кусочков. Там есть на чем отдохнуть. Наверное, это очень сложно, зная, что спектакль тяжелый, сыграть там какую-то такую штуку, да? Ну, я не думаю, что очень сложно. Просто как-то ты понимаешь, что нужно немножечко... Знаете, как вот в цирке, допустим, идет программа, идет программа, есть коверная, которая должна немножечко разгрузить обстановку. И вот так я как коверный выхожу и немножечко веселю народ. Ну это не сложно на самом деле. Ты понимаешь, в чем задача твоей роли, и ты понимаешь, что ты явился каким-то катализатором всего происходящего. Наверное, очень хороший режиссер ставил этот спектакль, раз он вам так хорошо поставил задачу. Ну, естественно, мы плохих не держим режиссеров. Это наш режиссер, это Лебедев Александр Юрьевич. Так, дальше еще премьеры. Так, еще я была занята в небольшой сказочке, она прошла всего два раза. Но сказочка очень веселая. По Шаргину мы ставили сказки на троих актрис. Было очень весело, мы думали, что эта зарисовка, она будет иметь продолжение. Но так случилось, что она в планы театра пока не вписывается. И мы ее немножко заморозили. Но была, зарисовка была очень хорошая. Даже было наше телевидение на премьере. Как назывался? Так, вот сказки по Шаргину. Три сказки должно было быть, поставили только одну. Ну, в виде проекта. Я думаю, что будет все-таки продолжение в следующем сезоне. Я на это надеюсь, потому что сказки действительно замечательные. Там кого играли? Я там играла Варвару. Это для взрослых сказки? Да, это для взрослых сказки. Это очень смешные они, замечательные сказки. Но вот в этой сказке именно в одной я играла Варвару. Такой персонаж не очень положительный, но я всегда не очень положительный персонаж. А что, и буфетчица была плохая, что ли? Ну, конечно, она спаивала население. А как же? Она подливала в пиво водки. Ужасная буфетчица. Отвратительная. Отличная. Так, давайте передадим эстафету Юле. Юля, еще какие были премьеры, в каких вы участвовали? Ну, мы участвовали во всех премьерах, потому что... Вы звезда театра. Нет, у нас вся труппа звезд, потому что у нас труппа небольшая, работы хватает всем. Это прекрасно, это же хорошо. Ну, у нас были и сказки, у нас вообще какой-то сказочный период. И сказки для взрослых, и сказки для детей, и сказки об Италии. Ну, вот последние сказки об Италии, конечно. Не жизнь, а сказка. О, да. Ну, кстати, да, артисты же в двух случаях всегда жалуются. Когда нет работы, и когда много работы. Вот, так что работы нам хватило. Расскажите про итальянские истории. Кого вы там играли? Близко вам, не близко такая роль? Получилось так, что у всех по несколько персонажей, потому что сказок, вот в нашем варианте девять, вообще у Горького их двадцать семь. Режиссер выбрал девять, не знаю, как он выбирал. Как вы уложили это в два часа? Как режиссер уложил. Как вам с ним вообще работалось? Он был у нас в гостях? Вы знаете, с умным и интеллигентным человеком всегда приятно общаться. Поэтому, и он любит и понимает актеров, это уже приятно. Поэтому он давал нам в чем-то и свободу, это тоже хорошо. И поэтому вот сложится как-то у нас с ним такое дело. Вы играли, как и все, несколько персонажей. Да. Какой из них вам больше всего понравился? Расскажите чуть-чуть про него. Ну, вот тут мы с режиссером опять же сошлись во мнении, что самое интересное для меня и для него персонажи были, это мать. Ну, сложно рассказать, приходите, посмотрите. Надо по сюжету. Это то, на что способен любящий человек, на что способна мать в самых ужасных ситуациях жизни. И история... Серьезная, получается, которая не конечная. Да, серьезная, да. И другая, противоположная история, но тоже с трагическим концом, это тоже история матери, но матери... Вы знаете, когда вот веселый человек по жизни, но чем закончится эта жизнь? Это вообще неизвестно. И так же, как зритель это не ожидает в финал этой сказки, он совершенно такой и яркий, и трагический, но в то же время все сказки очень веселые. Вот, как ни странно, не в сочетании всего. Там есть и любовь, и трагедия, и насилие, и ревность, и страсть. И юмор. Обязательно. И все это какое-то чистое, возвышенное, потому что Горький сам как-то какой-то наив в нем присутствовал. Когда он писал эти сказки. Ну, там, скорее, с глюхость восприятия всего происходящего еще очень важна. Слушайте, как это сложно, наверное. Я слышала много разных и фильмов, и спектаклей, где, ну, максимум три новеллы. Но чтобы девять, наверное, это безумно сложно, и в каждой из них несколько людей играешь. После рекламы мы вернемся к этой теме разговора, оставим мальчиков на сладкое. И Владимир Свирин поделится своим опытом сезона, прошедшего после рекламы. У нас в гостях на пятом ряду четвертом месте артисты театра «На левом берегу». Это Татьяна Шуликова, Юлия Скок и Владимир Свирин, которые прямо сейчас поделятся с нами своими впечатлениями от прошедшего сезона. Владимир, в каких премьерах играли, кого и близки ли вам по духу эти персонажи? Ну, в последних премьерах я был занят во всех. И в итальянских фантазиях я там играю, и в «Свидании» тоже я играю. Но вот в «Свидании» я играю, Славик – это, по-моему, главный же, да? Это главная роль, да? Это главная роль. Славик – это звучит для меня, как для потребителя телевидения, как-то немножко с оттенком такой гоповатости, прошу прощения. Нет, он так и есть, но он не гопник. Простой парень такой, да? Да, он такой, да, простой парень, который попал в сложную ситуацию, и, собственно, спился, сел в тюрьму, ну, а мама там за ним прожила. Вот такая тяжёлая судьба у человека. Спился, сел в тюрьму, казалось бы, ничего общего. Но что-то должно происходить в душе актёра, какая-то самоидентификация, чтобы роль получилась? Что-то у вас есть общего с этим игроком? Да, есть. Я люблю свою маму так же, как и тот персонаж, который... Из всего, что вы перечислили, это лучшее. Нет, просто видите, как бы, это же всегда роль, она на сопротивление даётся, либо ты её принимаешь, либо нет. Ненавидишь, да? Да, но в любом случае нужно искать в хорошем плохое, в плохих, в плохих – хорошее. Ну, так всегда ещё. Ну, по крайней мере, я... Но перелом какой-то случился с героем посреди? Да, да, жалко поздно. Жалко поздно. Жалко поздно. Это как всегда, знаете, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Это вот, собственно, мне кажется... Ну, иначе бы не было смысла ставить такую вещь. Иначе, да, про что-то всегда. Ну, и в итальянских фантазиях я тоже занят. Тоже несколько ролей. Ну, у меня там мелкие тоже сказки. Весёлые, позитивные роли или трагически серьёзные? А там есть и трагические, и есть и весёлые. Есть и весёлые. Как переключаться в одном спектакле с одного на другое? Ну... Лайфхак для начинающих актёров. Нет, это называется, знаете, как предлагаемые обстоятельства. Когда ты в них веришь, либо не веришь, всё одно. Как же так? Вы только что верили в одно, через 20 минут другое. Ну, всегда же, на сцене же всегда что-то происходит за этим. Интересно смотреть, поэтому... Эти люди-актеры, они этому учились, они работают, понимаешь? Я таким образом, своими непонятными глупыми вопросами, пытаюсь выразить им почтение и восхищение своё. Как же так, так быстро, как же я вами восхищаюсь, я так не могу. Ты всегда живёте манки какие-то, всегда на себя накладываешь. Да даже дело не в том, что это наша профессия. Дело в том, что мы такими родились. Мы так воспринимаем, мы не держим долго всё внутри, мы как сосуды, понимаете? Нас наполняют, мы тут же можем всё это выбросить и положить туда другое. Это свойство психики нашей. Этому нельзя научиться, это нас такими Бог создает. А в жизни тоже так по вседневному? Нет, у меня совершенно жизнь отделена, например, от... Ну, я думаю, что у всех мы же не сумасшедшие. Мы не тащим сцену в жизнь. Вот жизнь на сцену тащим. А притащите сцену нам в эфир немножко, давайте что-нибудь творческое. Я знаю, Татьяна обещала песню. Да, я обещала песенку. У нас была прекрасная премьера в том году. Это Сорочинская ярмарка. Тоже замечательный наш режиссёр Лебедев поставил. Чудесная комедия. Приходите, не пожалеете, отдохнёте, повеселитесь. И там у меня есть такая песня во втором акте. Я вот её сейчас окопыльно исполню. Громко? Нет, я громко не буду, я прою потихоньку. Томлюсь в ожидании, приди на свидание, Меня обойми и согрей. Ночами не спится и не с кем делиться Пылающей страстью своей. Богатая телом, как яблоком спелым, Краса моя в самом соку. Кому ж в одночасье достанется счастье, Где ж мой ненаглядный ку-ку? Ку-ку. Вы знаете, извините меня, ради Бога, но я представила, как вы поёте это в костюме буфетчицы. Мне стало так хорошо на душе. Горячее сочетание такое. Очень хорошо. По поводу того, что уже было, мы обсудили и очень хорошо погрузились. А вот по поводу того, что будет, можете немножко проспойлерить нам свои ожидания от лета. Куда собираетесь в плане гастролей? Ну вот, собственно, с итальянскими фантазиями мы планируем поехать в Италию. Собственно, везём туда два спектакля итальянских фантазий и, скорее всего, сказка Муха Цокотуха. Так, а в Италию куда именно? Туда, где творил и жил Горький? На Капри, да. Хотим на Капри. Ой, я хочу на Капри тоже. Мы вас удивим, но мы тоже хотим на Капри. Ребята, поехали с нами, поехали, едемте, едемте. Мы только рады будем. Друзья, мы ищем спонсора. Наш телефон 8-913. Кто хочет на Капри. Ещё по России, может быть, куда-то? Ну, последнее время из-за того, что, наверное, мы получили здание наконец-то своё, и мы теперь основной упор. Перестали гастролировать. Надоело. Не перестали, а просто основной упор, пока делаем на наш стационар. Летом будут продолжаться спектакли в какое-то время? Мы работаем до конца июня и начинаем работать, собственно, вот в середину августа уже. А в остальное время отпуск. Июль, по сути, отпуск у нас. Конечно, я говорю, как у любого театра, у нас много планов. И, конечно, театр должен гастролировать и должен ездить куда-то по фестивалям. И я думаю, что эта работа ведётся в театре очень плодотворно. И мы надеемся, что мы ещё куда-нибудь поедем. Мы тоже надеемся. Кстати, вернёмся к творческим вещам и потащим снова сцену сюда. У нас есть ещё пара-тройка минут. Юлия, успеете сказку рассказать? За пару-тройку? Ой. Ну, давайте попробуем. Давайте начнём, а там, если что, мы скажем бип-бип. Продолжение следует. Продолжение следует, да. Наша Нунча, торговка овощами, самый весёлый человек в мире, и первая красавица была гордостью нашего квартала. 23 года она осталась с довою, с пятилетней дочерью на руках. Но весёлому человеку немного нужно, и для неё её жизни было вполне достаточно. Лет десять сияла Нунча звездою, всеми признанная первая красавица, лучшая танцорка квартала. Но вот однажды, в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивлённо. Смотрите-ка, Нина становится совсем точно мать. И это была правда, как майский день. Нина незаметно для людей разгорелась звездою такой же яркой, как её мать. Разумеется, сначала не было заметной тени соперничества между матерью и дочерью. Нина вела себя скромно, а глаза матери горели всё жадней и жадней, и призывней звучал её голос. Идёт время, всё ускоряет свой торопливый мелкий шаг. И вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души Анунча уже великолепно с танцевара Тарантеллу, дочь заметила ей при всех, «Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе пора щадить сердце». Все, кто слышал дерзкие слова, замолчали на секунду, Анунча ответила, подпирая руками стройный бокал, «Моё сердце? Ты забудешься о нём, да?» «Ну хорошо, девочка, спасибо. Но мы пробежим с тобою отсюда до фонтана трижды туда и обратно, не отдыхая, и посмотрим, чьё сердце сильнее». И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга. Глухо ударил бубен. Они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие птицы. Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в лёгкости и силе. И вот уже Нина лежит, разбитая, обиженная на неудаче и в слезах, и, вздыхаясь, она не смогла бежать уже в третий раз. Бодрая, словно кошка, нудчая наклонилась над ней. «Дитя», — говорила она, — «надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах работе и любви — это сердце женщины, испытанной жизнью. А жизнь узнаёшь, когда тебе далеко затрит. Дитя, не огорчай». И, не давая себе отдохнуть после бега, нунча снова пожелала танцевать тарантеллу. Она завертелась страстно, как змея, глубоко понимала на этот танец страсти. Велико было наслаждение видеть, как живёт, играет её прекрасно непобедимое тело. Глаза её расширились, ласково светясь обещали много. Но вдруг, коротко вскрикнув, она сплеснула руками и упала, как подруга на подколе. Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца. Вероятно. Замечательно. Юлия Скок была у нас в гостях вместе со своими друзьями Татьяной Шуликовой и Владимиром Свириным. Вместе всё это — артисты театра «На левом берегу». Спасибо вам большое за кусочек творчества, за кусочек театра. Нам было очень приятно своим работать. Спасибо вам большое. Мы тоже говорим всем спасибо. До свидания, до завтра в студии Радио 54. Для вас работали Талалаева, Настя, Александр Чисоветин и Виолетта. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока.